Встреча с писателем И своими публикациями А молодая, интересная, юная особа Которая только начинает писать стихи Давайте познакомимся Сегодня у нас в гостях Вероника Потапова Расскажите, пожалуйста, о себе Меня зовут Вероника Потапова Я родилась в поселке Кумицком Живу и учусь здесь Я перешла в 6 класс Моя семья очень творческая Участвовала в конкурсах Пишем вместе стихи Вероника, подскажи, пожалуйста А когда, в каком возрасте Ты написала свое первое стихотворение? Свое первое стихотворение я написала в 9 лет Когда я была в 3 классе А расскажи еще, пожалуйста Вот у тебя есть какие-то Любимые книги? Да, у меня есть любимые книги Назови, пожалуйста Я люблю читать дневник Мики Это очень интересная книга Где девочка рассказывает о своих Так называемых приключениях в школе И Мэнди Хитчис А скажи, пожалуйста Вот самый главный, самый верный друг в твоей жизни Это кто? Самый верный друг в моей жизни Это... Это, наверное, твоя бабулечка? Да Потому что, глядя на нее Я начала тоже писать стихи И она меня в этом начала поддерживать Хорошо, замечательно А скажи, пожалуйста Что-нибудь из своих стихотворений Ты можешь нам сегодня почитать? Да Почитай, пожалуйста Живу я рядом с телефоном От него не отхожу Что-то интересно стало? У него всегда спрошу После милого сигнала он ответ дает Если вам вдруг грустно стало Вы позвоните мне сначала Приложение подскажу Вероника, подскажи, пожалуйста Вот ты очень часто принимаешь участие В наших творческих конкурсах Ты сама выполняешь задание? Или все-таки тебе кто-то помогает дома? Я выполняю задание сама Потому что, ну, как бы интересно Когда делаешь сам И хочешь узнать, нравится ли это людям или нет Кроме стихов, еще чем ты занимаешься? Чем увлекаешься? Я занимаюсь бисером Бисерплетением Плету кольца, браслеты, брошки Еще занимаюсь активным спортом Скажи, пожалуйста Вот твое настроение Какие-то события Они отражаются в твоих стихах? Да, очень часто Какой-нибудь пример можешь нам привести? Да, я могу рассказать о стихе Тигр, который я написала перед Новым Годом И у меня настроение было очень хорошее Стих получился такой же Чтобы тигр принес удачу и исполнил все мечты В этот год я вам желаю Счастья, радости, любви Мощи, ловкости, везения Красоты, здоровья, сил Чтобы в год вам только радость и победы приносим Спасибо, замечательное стихотворение Что-то еще, может, ты нам почитаешь? Я могу прочитать вам о моей бабуле Давай, пожалуйста, прочитай Милая бабуленька, добрая и нежная Подарю тебе я свежие подснежники Руки твои теплые, вспоминаю я Как же это здорово, что ты есть у меня И у меня есть еще стихотворение О моей милой мамочке Мамочка, любимая, в этот день весны Напишу красивые для тебя стихи В каждом слове искренне расскажу, родная Как люблю всем сердцем, мамочка родная Замечательные стихи Подскажи, пожалуйста, а какие значимые События в этом году у тебя произошли В твоей жизни В моей жизни, ну, в этом году, когда Начинался уже год Мы с бабушкой 7 января в Рождество Ездили в Междуречье на мероприятие Здравствуй, гости, зима Это мероприятие проводится ежегодно Там собираются все поэты Кандинского района Они делятся своими стихами, песнями и сказками Поделись впечатлениями, как тебя приняли Я, когда сошла, было сначала, ну, очень страшно Потому что незнакомые люди И еще рассказывают стихи Я сначала побоялась, но потом, когда увидела людей, которые входили с радостью, то есть и говорили свои стихи, рассказывали Я, ну, у меня пропал страх Я поняла то, что я нахожусь, то есть в уютном месте, в котором я могу рассказать Ну, тебе нравится выступать, да, на публике? Да Молодец, умница Мы желаем тебе дальнейших творческих успехов Чтобы ты не останавливалась на достигнутом Продолжала писать, продолжала радовать нас своими стихами Хорошо Спасибо большое за сегодняшнюю встречу Сюда, пожалуйста Спасибо 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 Спасибо